Это же Чечения. Во-первых, это Аух, как район. Во-вторых, это Чечения. Он не может быть Дагестаном, он не может быть Малайзией, Испанией, не может быть. Тумсо, салам алейкум. Насчет карты Хаттар Дарса. Насчет карты у меня вопрос говорит. Там включены земли чеченцев, которые отдали Дагестану там, где казино Ам. Это вопрос. Там включены земли, он говорит, которые отдали. Земли небольшие, но важные, ибо там много гор чеченских тейпов, как, например, Эрсно. У алейкум ассаляму, рамат ла баракату. Брат, мы туда включили Аух, потому что Аух это исконно чеченская земля. И, безусловно, это как административно-территориальное деление. Этот район, во-первых, он должен как район быть восстановлен. И, во-вторых, он как территориально-административно должен относиться к Чечении. В этом нет никаких сомнений. И наши братья, именно братья из числа дагестанцев, они это знают, понимают и поддерживают. Те, кто это не поддерживает, кто этому как-то противится, я не думаю, что являются они для нас полноценными братьями. Это те люди, которые изначально какую-то одобряют несправедливость в отношении нас, зная прекрасно, что это является несправедливостью. Поэтому те земли, о которых ты говоришь, насколько я знаю, по-моему, они являются частью Ауха. Но вот сейчас как-то детально обсуждать это я с тобой не смогу. Это надо будет поговорить на эту тему с ауховцами. Сунжинский район тоже включен в Чечению, смотря что ты под Сунжинским районом подразумеваешь. Если ты подразумеваешь Молгобек, Слепцовский, эти территории, то нет. Эти территории не включены. И я считаю, что это вообще не те вопросы, которые нужно нам обсуждать. Там, я считаю, есть статус-кво, и это приведет к большой фитни поднимать эти вопросы. Я знаю, что есть сторонники поднятия этих тем. Я знаю, что нет ни одного легитимного документа, который бы зафиксировал передачу этих земель, закрепления и так далее. Но вот эту сторону западную, запад Чечений, я считаю, что мы должны эту границу зафиксировать так, как она есть. Тумсо, недавно ты обратился к Рамзану касаемо Ауха. Если бы он решил этот вопрос, это был бы большой бонус в его копилку. Не считаешь ли, что этими высказываниями ты разжигаешь прожду между двумя народами? Ну, это передергивание моих слов. Я, во-первых, не обращался. Я рассуждал на эту тему. То есть, это не было обращение к Рамзану. Типа, вот если бы ты это сделал, то тебе было бы хорошо. Это не так. Я говорил, что если бы он это сделал, то он бы, безусловно, обрел бы бонусы. Но тут призыва типа «сделай» не было. Просто ты так написал, как будто бы я Рамзана к чему-то призывал. А спорить с тем, что если бы он это сделал, он бы получил конкретный бонус, я думаю, разумные люди не будут с этим спорить. Понятно, что это огромные политические дивиденды, он бы с этого заимел. Что касается вражду между двумя народами, я думаю, что вражду между двумя народами вызывает несправедливая оккупация земель. Вот это вот вражда между двумя народами. Когда район не дают восстановить, хотя в самой России даже есть законопроект, обязывающий восстановить этот район. Когда этот район принадлежит, отнесен территориально не к той республике. Вот это, я считаю, разжигание вражды. Требование справедливости, возврат к справедливости, это не может разжигать вражду. Это может разжигать вражду только с несправедливыми людьми. А с такими людьми у нас и так вражда. Никакого братства с такими людьми быть не может. Если кто-то оспаривает вопрос Ауха, что он типа не чеченский и так далее, нет с этим человеком никакого братства, ничего. Это однозначно только вражда. Брат, ты можешь более мягче донести до дагестанцев, что он Аух чеченский? Братья, здесь как еще, как мягче можно это донести? Ну, субханаллах, в свое время просто взяли, выслали чеченцев с этой земли. Сталин взял, перечертил эту границу, сделал, разбил там, вообще уничтожил в тот момент Чечню, Чеченную Индушетию. А потом, когда возвращались, Аух просто территориально, административно не присоединили обратно к Чечне. Вообще сам район уничтожили, разбили его на Казбековский, на Валахский. Ну, что там, о чем там можно вообще рассуждать? Это ведь общеизвестные вещи там, нет, это не произошло 300 лет назад, 1000 лет назад. Это вот сейчас было, до сих пор живы люди, которые были высланы с этих земель. Их дети, их внуки сегодня живы, все прекрасно понимают. Те, кто пытаются как-то заигрывать с этой темой, да, обманывать нас какими-то красивыми речами, когда, вы знаете, вот речи правильные, типа, знаете, земля, она вот, да братья, что там, никаких проблем, все вот наши, два метра только. Это как сказал Али ибн, Абут Алиб, да будет доволен им Аллах. Слова истины, сказанные во имя лжи, для оправдания лжи. Это то же самое. Причем здесь два метра, мусульмане, не мусульмане, да никто не спорит. Все отлично, но территориально, административно, это же Чечение. Это, во-первых, это Аух, как район. Во-вторых, это Чечение, он не может быть Дагестаном, он не может быть Малайзией, Испанией, не может быть. Это Чечение. Вот когда вот этот вот вопрос по справедливости, хотя бы, если решить его сегодня не могут, хотя бы пусть озвучивают, что да, никаких не может быть вопросов, это безусловно, Чечение сегодня. То есть тут, когда чувствуешь справедливость, когда ты ее видишь, никаких проблем. Но когда тебя пытаются красивыми речами увести куда-то от конкретной проблемы, то, ну, это так себе, братство. Подстраиваться под стандарты всего мира, это означает, шариат нужно отложить на полку, четко и внятно позицию, объясни бессмеля. А я не понял, прошу прощения, кто сказал, когда ты слышал, чтобы я или кто-то из членов нашей партии говорил, что нужно подстраиваться под стандарты мира и отложить шариат на полку, это... Ты, по-моему, что-то перепутал. Ты никогда от меня ничего подобного не слышал, иншаллах не услышишь. Я не знаю, что ты именно от меня хочешь услышать. Я на всех тех позициях, на которых я был изначально, я на тех же самых позициях. Чечанская республика Ичкерия – суверенное, правовое, исламское государство. То есть, та поправка, которая была внесена в Конституцию в 2002 году, целиком и полностью я на этой поправке. И не приемлю никаких спекуляций с этой поправкой. Если у тебя ко мне возникли какие-то сомнения, они у тебя возникли необоснованно. Ты никогда, не ты и никто из вас никогда не слышал от меня ничего подобного, никаких двусмысленных заявлений по этому поводу. И никогда, иншаллах, не услышите. Субтитры создавал DimaTorzok